ГОД СПИД, ЛАДИ, ГОД ДЖОБ! Вот ты. Что? Что он сейчас сказал? Я не очень понял. Да я сам не понял, если честно. Что-то про скорость. Похоже, ты плохо ездишь. Скорость маленькая. Да не может быть. Да? ГОД ДЖОБ! ГОД ДЖОБ! Владос, надо тебе скорость подтянуть. Ну, надо что-то делать. Привет, мой дорогой зритель. Усаживайся поудобнее, ведь это очередной выпуск программы «Ухожу из хоккея». Сегодня Владислав Цицура уходит улучшать свою скорость в шорт-трек. Ну что, Владик, задаем там жару. Если, конечно, сможешь замюгнаться. А перед тем, как мы начнем, подпишись на наш канал. А мы, в свою очередь, по традиции разыграем кепочку. Все просто. Лайк выпуску и комментарий под ним. А мы случайным образом выберем одного счастливчика из всех, кто выполнит эти два простых условия. Внимание! Я сначала хотя бы просто встать. Еб***ь, вы чё? Я даже катить не смогу. Вы гоните? Это просто пи***ь. Вы чтобы понимали, они как будто настолько тупые, они просто разъезжаются, я вам клянусь. Я стою, и они просто в разные стороны. Смотри, реально, как в бахилах я вот вышел. Это вообще капец. Я от раздевалки дошел до льда уже. У меня голеностопы немножко прикурили. Голеностопы болят. Ноги болят. На коньках устоять не могу. Как они толкаются ими, я вообще не понимаю. Ну я чисто хоккейной техникой так, но это, конечно, не то немножко. Главная моя задача – это вот с ребятами на Олимпиаду отобраться. Южская Олимпиада, сказали, там, парень в хоккей играл 10 лет. И вот он, типа, отбирается на Олимпиаду вроде как завтра. А ему 10 лет парнился, ты за один день. Да, ну в экстерном, всё правильно. Вот смотри, согни ноги. Сгибай, хорошо. Это прямая, вот здесь у тебя корпус. Поворот тоже самое. Давай на меня ложись, на бедро. Да не поднимай. Вот ты ровно. Чего моё? Вот ты лечь должен. Я же не могу так. Что? У меня нога не удерживает. Ничего себе. Тренироваться надо. А ты как хотел? Нагрузка, она… Офигеть, я вообще не могу, честно. Да, я не спорю. Я прям… офигеть. Думаю… Сейчас выйду, откатаюсь спокойно и как бы поеду домой, но не тут-то было. Тренер жёсткий. Сразу мне дал понять, что тут всё просто так не будет. Спорт достаточно высокотехничный. Чтобы обучить технике, это надо положить, знаете, сколько лет. Ну, а теперь попробуй, говорю, прокатиться. Вот ты понял, да? Ну, я понял. Ты стоишь на этом ребре, давай ты… Да не надо, что ты на лошади катаешься. Ты на коньках сейчас. Как она сказала, сразу в посадку садиться, сел в хоккейную. Она мне сказала, что ноги раздуем, как будто на седле, типа, на лошадином сидишь. Потом сказала, пробегуди между ног. Давай, давай, давай. И коньки-то почему ты оставила эту ногу вот так? У тебя всё ложится в поворот. Давай в бортику. Офигеть вообще. Иди сюда, вставай. Ты видишь, я стопу под тобой должна быть. Ага, понял. Вот в таком положении ты должен катиться. Понял? Да. У меня просто… Не, я просто на хоккейных, я бы уже улетел, как бы в бой. Понятное дело. Ты сядь в посадку, да, и вот этой проталкиваешь, и возврат. Вот так, да? Конька опять к себе. Тих-тих-тих-тих. На ребро поставь коньки. Да-да-да. Колено вот сюда прижимается, а не отворачивается наружу. В центру колено. Давай руку сейчас. Пойдешь мне шагами, поехали. Ложи так туда, как к бортику. Не шаги, перешагивай. Тих-тих-тих-тих. Вот если ты спину, плечи поднимешь, вот это и произойдет. Ты поднял коньки из-под тебя ты на жопе. Вообще просто ужас. Серьезно, очень тяжело. В хоккее ты настолько низко не садишься, просто не смог ничего сделать. В итоге упал, посидел на жопе. Она сказала, отдыхай. И все. Да потому что на прямых ножках бегать вообще. Да я бы надел коньки свои. Вы бы тут, знаете что? Думаю тоже, что она во мне увидела какого-то серьезного спортсмена. Сто процентов. Решила подшутить. Получается, Олимпиада на послезавтра подвинется. Получается, что чуть-чуть подработать надо, да. Слабые ноги. Физика всегда отличалась. Говорю, кто к нам приходил в шоттрек с того же хоккея, физика, я скажу, очень слабая. Стопа под собой должна быть, тогда я на колене. Куда ты, господи? Да тяжело стоять, я вам серьезно говорю. Ты же слабак. Ну если так и есть, то что сделаешь? Мышки никакие. На ногу встать не можешь. Нет, на ногу я могу стоять. У меня бабушка стою, у меня протез причем на колене. Мой предел сегодня это держался за бортик или за тренера рукой. Этот угол шоттреки важен, вот этот и вот этот. Если они у меня максимально острые, это здорово. А если у меня не растянуты ни ахиллы, ничего, они деревянные, как у баракина, это хоккеист. Правое плечо где? Прижал к левому колену. К левому и таз поворот не отрывал. Давай, давай. Не душите меня сильно, я ранимый. Вот. 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 Молодец. Ну я тебе скажу, для первого раза достаточно прилично. Да, ладно. Даже ругать даже не могу. Сколько раз за тренировку сегодня вам хотелось ударить? Ну я его мало видела. Видела бы больше, получил бы больше. Кстати, сказал, что на олимпиаду вывела бы меня, если бы я в 12 лет пришел. Задатки есть. Нася, с молодым чемоданом проедешь. Готовы? Подайся, 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 что ты видишь. Я не понравилась. Подайся, что ты видишь. Давай, на старт. Да я готов уже. Готов, посмотри. И у меня так удобнее. Плани. Пытался схитрить, стартануть раньше свистка. Не помогло. Планировать. Какая же выиграла? Нася давай. Давай-давай. Двенадцать пятьдесят. Да езжай. Да добегаем. Девятнадцать сорок. Короче, ты проиграл примерно на круг. Нет на круг. Неплохо. С круга круг проиграл. Так уже не очень звучит Из круга круга уже не очень Я считаю, что серебро на первом соревновании Для меня это неплохо Серебро это тоже медаль Ну что, вы остались довольны Нашим серебряным медалистам? Напишите в комментариях Как вам выпуск? А также, какой вид спорта Хотел бы увидеть в следующих видео Все, чао Предыстория, предыстория для выпуска есть Невыдуманная Я на самом деле, когда только хотел заниматься хоккеем Я смотрел конькобежку постоянно по телевизору Мне очень нравилось Я маму попросил отдать конькобежку И мы пришли, у нас каток был рядом Ну, Русь, там, хоккейная школа Показали, типа, нет, у нас конькобежки нету Это только хоккей там Если хотите, можете его закинуть Мы там что-нибудь поделаем с ним Я сказал, ну, типа, давайте хотя бы хоккей